МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать! Зачем Кабмин разрешил поступать в медицинские вузы не самым успевающим абитуриентам? И как отразится это снижение проходного барьера на уровне медицины? Автомобильный безвиз. Сколько авто с европейскими номерами уже пригнали в Украину? И отвечают ли водители машин-призраков за дорожно-транспортное происшествие? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели, в течение которой мы пережили атаку, которой не ожидал никто. Банки и супермаркеты, десятки госучреждений вынуждены были прекратить свою работу. Пострадал от хакерской атаки даже кабинет министров. Вице-премьер Павел Розенко рассказал, что все компьютеры там показывали одну и ту же картинку. Черный экран и текст о том, что нужно заплатить выкуп в 300 долларов. Но самое страшное. Среди жертв атаки оказались даже аэропорт Борисполь, Укрзалезница и Чернобыльская АЭС. В целом этот компьютерный вирус зацепил десятки стран. Но Украина была основной мишенью. И несмотря на такой масштаб атаки, внятно сказать, как же от нее защищаться не смогли даже в киберполиции Украины. Да, представьте себе, у нас есть специальное подразделение национальной полиции, которое как раз и должно противодействовать таким виртуальным нападениям. Вот только сайт киберполиции в день атаки не работал. А в фейсбуке этой организации советовали всем украинцам просто выключить компьютеры, пока они не разберутся с причинами произошедшего. Впрочем, что было бы, если бы вся страна разом выключила компьютеры, в киберполиции явно не подумали. Как обычно, это и бывает в Украине. Каждый спасался сам как мог. А вот причины случившегося оперативно и очень подробно начали описывать за границей. Например, в компании Microsoft, где заявили, что источником всего этого масштабного заражения могла быть одна из украинских компаний. Так ли это на самом деле и способны ли такие кибератаки однажды просто вырубить всю нашу страну? Разбиралась Павлина Василенко. Этот вторник стал черным для многих украинских компаний. Ближе к полудню их компьютеры просто отключились. А на мониторах возникло послание. Ваши данные зашифрованы. Для их расшифровки перечислить 300 долларов в биткоинах. Банки, частные фирмы, госучреждения и медиа. Всех нокаутировали хакеры. Редакции многих СМИ буквально вернулись на десятилетия назад в ручной режим. Я боюсь, что нам просто файлы все. Видите, 75-10, 80-10, 80-10. Перебились, поменялись местами. Легли мережи, легли мережи и диски. Фактически мы были, ну, вот, опинились в ситуации, когда мы не можем ни выдавать в эфир ничего, ни принимать ничего. Погаши информационное табло задержки рейсов и сотни перепуганных пассажиров. Хакеры атаковали аэропорты Харьковский и Борисполь. Непонятно, когда полетим, потому что не написано нигде. Банкоматы, которые не выдают деньги. И расчет в магазинах только наличкой. Вирус поразил сети десятков банков. А счетбанк не может отправиться от виртуальной атаки до сих пор. Со вторника тут спецрежим. Отделение работает только для консультаций. Зарплаты и пенсии пока не выдают. Нельзя платить коммуналку. Но в пресс-службе успокаивают. Деньги клиентов в сохранности. Во вторник даже о blackout заговорили. Ведь хакеры положили и системы Укрэнерго. В компании до сих пор административные компьютеры выключены. Для систем безопасности и чинных, имеется в виду, працующих атомных станций и выведенных из эксплуатации Чорнобильской АЭС никаких загроз не было. До того, как мы не будем уверены, что все наши системы есть или абсолютно изолированы, или абсолютно защищены, мы не будем восстановить автоматическое управление. В ручном режиме работали десятки компаний. Некоторые из них даже заплатили виртуальному вымогателю 300 долларов. Вот только ключ для дешифровки так и не получили. Виртуальный удар по Украине стал беспрецедентным. А причина компьютерного коллапса – Петя А. Это разновидность вируса-вымогателя WannaCry. Но Петя куда опаснее. Он атакует компьютеры, используя сразу три вредоносных кода и зашифровывает все данные на жестком диске. Вирус копирует сам себя до бесконечности, если находит другие компьютеры, в которых есть аналогичная дыра в системе безопасности. Если у вас нет ключа для расшифровки, а похоже, что его вообще нет, то это все равно, что вы потеряли эти файлы. И здесь вам могут помочь только резервные копии. В Майкрософте сообщили, у них есть информация, что несколько случаев заражения произошли из-за обновления украинской программы налогового учета МИДОК. Для проверки в МИДОК приезжала киберполиция. Но в компании говорят, они сами пострадали от вируса. Пост, который опубликован Майкрософт, доказывает только одно единственное, что компьютер был заражен. Но он не доказывает, что он был заражен именно МИДОК. МИДОК потом дальше просто попал. Точно так же мог себя вести, например, Майкрософт Ворд или Майкрософт Эксель. Точно так же. Уже известно, кибератака началась с Украины. А потом вирус распространился по всему миру. У нас пострадали 12,5 тысяч компьютеров. Это 75% случаев от общего количества заражений. Еще зацепило Германию, Польшу и Сербию. Меньше пострадали Греция, Румыния и Россия. Специалисты по кибербезопасности предполагают, вирус был запущен давно. Просто ждал своего часа, и 27 июня вредоносная программа активизировалась по таймеру. Непонятна цель атаки до сих пор. А вот Монокрай, так понятно? Монокрай был классическим вымогателем. То есть там цель была день. Здесь непонятно. То ли цель была не деньги, то ли люди, которые его сделали, не очень понимали, как потом эти деньги получать. В СБУ почти сразу заявили, вирус запустили с неподконтрольных территорий или России. Эксперты менее однозначны в предположениях. Атака хоть и произошла накануне Дня Конституции, говорить о российском следе пока рано. Хакеры это субстанция неточечная. Они же могут быть по всей планете, грубо говоря, объединяться в одну какую-то атакующую армию, которая носит точечный удар. Косвенно, да. Если мы говорим о той дате, когда это произошло, косвенно мы можем говорить, что это все-таки со стороны Российской Федерации. Помочь Украине защититься от хакеров обещают в НАТО. Хотя фонд Альянса по кибербезопасности уже год работает в стране. Но проблема в том, что у нас защитой от хакеров занимаются аж 4 ведомства. Госпедсвязь, СБУ, киберполиция и Министерство информационной политики. Я не знаю, генштаб, например, в Киеве. Чи не струмити всі телевежі. Это только начальник. Теперь так будет всегда, будет периодично. В Киеве иди в война. Вы не думаете, что это не связано? Это будет происходить регулярно. Кто стоит за кибератакой, а главное, зачем ее организовали, станет известно после окончания расследования, которое ведут ФБР, Европол и СБУ. По оценкам экспертов, на это может пойти несколько недель. Столько же времени понадобится на изобретение антивируса для дешифровки данных. Ну а пока защита компьютеров пользователей – дело рук самих пользователей. Павлина Вастренко, Павел Лысенко. Подробности недели. Телеканал Интер. И уже когда с первой волной атаки специалисты справились, кстати, за дело это и нашу телекомпанию, но благодаря усилиям в эфир мы все-таки выходим нормально, появились новости и о повторных, то ли заражениях, то ли полноценных атаках. Снова пострадал Кабмин, и что гораздо опаснее, компания Укрэнерго, оператор объединенной энергосистемы Украины. Погалою новиною є те, что системы загального порестування, офисные адміністративные компьютеры, в большинстве своїх залишаются вимклиними досі, потому что через другую хвилю мы притримали на одну добу восстановление повноценной деятельности. Мы это сделаем сегодня до конца дня этого рабочего дня. Останная хвиля, вона взагалі не є технологичным вірусом, який мает задачу влияния на энергосистемы. Взагалі у цього вірусу була задача просто покласти экономику. Кто все-таки стоит за подобными атаками? И может ли украинское государство квалифицировано противостоять хакерам и иностранным спецслужбам в киберпространстве? Все это обсудим с Александром Ольшанским, одним из лучших в Украине экспертов по интернет-коммуникациям и компьютерным системам. Александр, я вас приветствую. Скажите, этот вірус, вот мы видели, вырубил десятки компаний. Вот в Украинерго сказали, что такие атаки могут просто положить экономику страны. По вашей оценке, каким может быть примерный ущерб от этой атаки? Есть какие-то подсчеты уже? Ну, к сожалению, я думаю, что сейчас еще нету никаких подсчетов. Основной удар приняли на себя все-таки частные компании в большом количестве. И поскольку они не рапортуют о своих убытках, то, наверное, только по косвенным данным можно определить ущерб. Но очевидно, что ущерб большой. Хорошо, а можно ли сказать, откуда растут вот эти хакерские руки по состоянию на этот час? Что известно об авторах вируса? Кто же все-таки начал атаку? Возможно, поделитесь своим ощущением. За этим стоит какое-то государство или это какая-то самостоятельная группа хакеров? Ну, мне трудно сказать, стоит ли за этим государство или самостоятельная группа хакеров. Но мне кажется, что нам нужно сейчас заниматься не поиском того, кто это сделал. А сейчас нужно заниматься поиском эффективного противоядия, эффективных инструкций для того, чтобы не попасть в следующий раз. А когда мы этот этап пройдем, то тогда уже можно сосредоточить свои силы на поисках, так сказать, виновных. Ну, все равно мы, Александр, боимся, конечно же, повторения, о которых говорилось в сюжете подобных кибератак. Вообще, насколько правдивы вот такие негативные прогнозы, что подобные кибератаки могут в один из дней просто вырубить украинские банки, например, или электростанции? По-вашему, это преувеличение или вы согласны с тем, что такая угроза существует? Смотрите, есть три проблемы. Первая проблема непосредственно с этой атакой. Поскольку вирус проник, явно статистика заражения говорит о том, что он проник в самые защищенные части сетей, в серверные сегменты. Собственно, этим и объясняется то, что сразу под подозрение попала программа Медок. То мы не можем точно быть уверены, что там нету скрытых еще неактивированных копий с такой или другой вредоносной функциональностью. Это первая часть проблемы. Вторая часть проблемы, это насколько мы... Я не слышу вас. Мы вас внимательно слушаем, поэтому вы меня не слышите, Александр. Вторая часть проблемы, это насколько страна вообще готова к киберугрозам. Здесь проблема такая. Во всем мире компетенции по кибербезопасности в основном сосредоточены не в государственных службах, а в частных компаниях. Государство играет роль координирующего центра, который помогает специалистам частных компаний обрести, так сказать, доверие, коммуницировать с друг с другом и противостоять угрозам. И эта функция в нашей стране выполняется, скажем так, не очень хорошо. Но понятное дело, что люди, которые могут хорошо выполнять эту функцию, очень дорого стоят, Александр. И здесь вот я хотел бы напомнить всем и вам, и зрителям, что весьма интересно отреагировал на эту кризисную ситуацию Дмитрий Шимкев, замгломер администрации президента Украины, бывший гендиректор Microsoft Украина, который не понаслышке знаком с вопросами безопасности компьютерных систем. У себя в Фейсбуке он написал о том, что информсистемы и команда киберзащиты администрации президента работали в штатном режиме и не пострадали. Шимкев говорит просто о халатности, мол, главное в кибербезопасности это люди. И отсутствие инвестиций в человеческий капитал как раз и приводит к такой вот уязвимости. Поручил Шимкев своим специалистам помочь и другим госорганам разобраться с этой проблемой. И здесь продолжим разговор с Александром Ольшанским, экспертом по компьютерным системам и интернет-коммуникациям. Вот скажите, Александр, вот и Шимкев, и другие топ-чиновники заговорили о том, что нужно нанимать для государства специалистов, только что вы об этом говорили, да, которые могут отвечать на киберугрозы и противодействовать хакерским атакам. А сколько стоят подобного рода специалисты? Какие у них должны быть зарплаты, чтобы им это было интересно? По вашей оценке, наше государство может себе позволить такие расходы? Смотрите, у нас на самом деле неплохие специалисты по кибербезопасности. Проблема в том, что обычный специалист по кибербезопасности всегда готовится к предыдущей атаке. Ну, как генералы, которые готовятся к прошлой войне. А вот люди, которые способны готовиться к будущей войне, это действительно большая редкость. Их единицы, их на такую страну, как Украина, может быть, несколько десятков человек. И стоят они по-настоящему дорого. И государство должно обеспечить не их найм, а государство должно обеспечить, чтобы информация от этих людей правильным образом воспринималась в соответствующих структурах. То есть, чтобы их рекомендации были услышаны и вовремя внедрены до того, как случилось ЧП. Понятно. Спасибо, Александр. Я очень надеюсь, что те, от кого зависит наша кибербезопасность в будущем, сейчас очень внимательно вас слушали и прислушаются к вашим советам. Спасибо за участие в эфире. Александр Ольшанский помог нам разобраться, как много внимания уделяет Украина вопросам своей кибербезопасности. Но, пожалуй, внимательнее всего к киберугрозам относятся в Соединенных Штатах Америки. Национальную стратегию безопасности в киберпространстве в этой стране приняли довольно давно, еще в 2003-м. Ежегодно американцы тратят на защиту от хакеров десятки миллиардов долларов. Но и при таком внимании к проблеме даже в США не чувствуют себя в безопасности. Кстати, поразивший Украину вирус добрался и до американской инфраструктуры. Почему в Штатах пока не получилось наладить эффективную киберзащиту, и может ли эту ситуацию исправить Дональд Трамп, выяснял Дмитрий Анопченко. В Америке не жалеют денег на информационную безопасность. В прошлом году только бизнес потратил на защиту от хакеров 75 миллиардов долларов. Сколько денег выложило государство, даже в Минфине США подсчитать не могут. Понятно лишь одно, в разы больше, но в стране, которая входит в пятерку мировых лидеров по кибербезопасности, все далеко не так хорошо. Журналисты из Пула Белого дома рассказывают, как только Дональд Трамп появился в овальном кабинете, буквально в первые же недели он собрал своих ближайших советников и объявил, у него не будет больше интересов по всему миру, как были у Обамы, а приоритетов всего три. И один из них создание мощнейшего киберсчета для Соединенных Штатов. Многие тогда удивились, кто-то вслух сказал, кто-то промолчал, мол, неужели это настолько актуально? Оказалось более чем. Это кадры заседания президентского технологического совета в зале топ-менеджера мировых IT-гигантов, того же Apple, Microsoft. Зять президента Джаред Кушнер раскрывает информацию, о которой раньше умалчивали. Что в американском Минобороне до сих пор работают компьютерные системы, которым по полвека. Что при управлении ядерным оружием по сей день пользуются большими дискетами. Что старые IT-системы давно не проверялись на безопасность. Что Минфин и Минюст работают на Кабол, в старейшем языке программирования. Америка тратит на киберзащиту огромные деньги, но к виртуальной войне, как оказалось, не особо-то и готова. Угроза ведь в ближайшее время никуда не денется. Она не ослабнет, а резко возрастет, это ясно. О кибератаке дело весьма прибыльное. По данным Европола, только программы-вымогатели за прошлый год принесли преступникам миллиард евро. Киберсфера самая опасная сейчас, безусловный приоритет, и мы к нему так должны и относиться. И команда Трампа экстренно латает дыры. Создали комиссию по защите избирательной системы, ужесточили ответственность чиновников за кибербезопасность. Каждому ведомству поручено создать свой антихакерский центр. В идеале такой, как у американской таможенной пограничной службы. В городке Фэйрфекс, Вирджинии. Напичканный современной техникой огромный офис. Лаборатории, хранилище для вещдоков, командный центр. Криминалитет использует интернет настолько широко, что мы такого никогда еще не видели. Этот центр помогает агентству раскрывать любые виртуальные преступления, будь они совершены за рубежом или внутри страны. Пограничники объединили данные со всех погранпунктов и базы всех авиакомпаний. Они знают о тех, кто еще в воздухе, кто летит в страну или вовсе только купил билет. Проект «Ангел Страж» вычисляет среди них, к примеру, педофилов. Это поразительно. Технологии меняются каждый день. Данные шифруются, новые гаджеты выпускают. И мы должны быть на «ты» со всеми этими технологиями, чтобы хорошо делать свою работу. Мир каждый день меняется. И это так интересно. Вот только найти сотрудников для такой работы даже в Америке непросто. Года три назад, когда в Вашингтоне только осознали масштаб проблемы, поняли и другое. У них катастрофически не хватает IT-специалистов. Дошло до того, что губернаторы штатов соседних со столичным округом Колумбия, того же Мэриланда, объявили налоговые каникулы. Святое для американцев налоги. Можно было не платить, если ты согласишься переехать и бороться с хакерами. Своя технология у военных. В разгар атаки Пентагон заявил, мол, две трети из 133 их киберкоманд готовы к бою в сети. Армия сейчас постоянно проводит и реальные учения, легенда которых – отслеживание и захват кибертеррористов. Уже объявлен тендер на разработку системы, которая сама будет анализировать киберугрозы в режиме реального времени. В Пентагоне предлагают установить новую систему распознавания. Не по лицу или отпечаткам пальцев, а по походке. Мол, так надежнее. А еще хотят положить конец анонимному использованию интернета. Мол, каждый пользователь должен определяться и отслеживаться. Современная версия банд. Теперь они проводят виртуальные операции. Прекрасно знают, какую награду получат и готовы вкладывать в подготовку кибератак огромные средства. Но проблема-то все в том, что, как утверждает Нью-Йорк Таймс, бороться приходится с программой, которую написали вовсе не хакеры, а разработали коллеги из агентства нацбезопасности, но потом ее украли киберпреступники. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу в Вашингтоне старательно избегают. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Сегодня в Киеве прощались с Максимом Шаповалом, разведчиком, которого убили во вторник. Его взорвали в автомобиле. Способ расправы ставит это преступление в один ряд с убийствами Александра Хараберюша, замначальника отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, и Павла Шеремета, одного из самых известных украинских журналистов. По факту очередного показательного убийства открыто уголовное производство по статье «Теракт». На церемонии прощания с Максимом Шаповалом сегодня были и наши корреспонденты. У дома офицеров в Киеве сотни людей, большинство в военной форме. Все пришли провести в последний путь погибшего полковника разведки Максима Шаповала. Журналистов внутрь не пускают, так пожелали родные. Сама церемония под усиленной охраной по периметру кинологи с собаками. И неудивительно, ведь проститься с разведчиком приехали первые лица страны. За разведчиков много не говорят. И появляется возможность и право говорить только после того, как они пошли от нас. Но он был и первым в аэропорту, один из первых киборгов. И все сложные операции, которые проводились в том числе за линией фронта, делались за его участью. Я пишусь такими воинами, как Максим Шаповал. Царство на песне. Как и положено, разведчики Максима Шаповала известно немного. Ему было всего 38. Бывший киборг, он руководил спецназом ГРУ. У военного остались двое детей. Настоящий воин и патриот таким Максима Шаповала запомнили товарищи по службе. Но все же враги у Шаповала были и очень серьезные. Его убийство было показательно демонстративным. Разведчика подорвали вот тут, на пересечении улиц Соломинска и механизаторов. Утром во вторник. В автомобиле полковника сработало взрывное устройство. Это видео с камер наблюдения. Столб дыма поднимается на несколько десятков метров над землей. Взрыв был настолько сильным, что части машины разбросало на 100 метров. Пострадали и двое прохожих. Полиции сразу назвали случившееся терактом. Расследованием занимается военная прокуратура. Подробности дела не разглашают, но озвучивают основную версию убийства. Российский след. Террористический акт был выполнен высокими фаховцами. Сила вибухового пристроя, который был проведен в действие в 8 часов 14 минут, была такая, что на высоте не больше 50 метров, я прошу извинения у родины, что я это озвучу, но больше, чем на высоте 50 метров на высоте первого поверха были найдены части тела загиблого. Основной версией следствия это российский след. Но это не единственная версия. Неофициально говорят, что полковнику могли отомстить люди из Ордло. Кроме того, в масс-медиа сразу появилась информация, что именно Шаповал руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в марте. Но в Минобороны сразу заявили, эти два преступления никак не связаны. Все сотрудники специальных служб, специальных органов Украины на сегодняшний день находятся под пистольным выниманием врага. И просто был нанесен удар именно в четко определенное важное место, которым являлся Максим и его подразделение. А подразделение, которым руководил Максим Шаповал, занималось особо секретными и важными операциями. Но почему в день убийства полковник ехал на работу без своего водителя? Вы знаете, была информация, что он в этот день был без водителя. Он таки был без водителя? Того разу, кажется, что так. А почему? Почему это нужно, скажем, сясовать и рассказать? Можливо, у него были там на это причины. Это вопросы, на которые пока нет ответов. Ненастоящие мотивы исполнителей убийства предстоит установить. А самого Максима Шаповал сегодня похоронили в Киеве на Байковом кладбище и посмертно присвоили звание генерал-майора. Любовь Кукла, Ирина Баглая, Владимир Самченко и Валентин Белич. Подробности недели телеканал Интер. И сегодня же в Доме культуры СБУ прощались с полковником контрразведки Юрием Возным. Он погиб в минувший вторник в Константиновском районе Донецкой области. Причина тоже взрыв, но уже мины, заложенные на дороге. Пострадали еще четыре человека, трое сотрудников СБУ и один гражданский. Они до сих пор в больнице. Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно Юрия Вознова орденом замужества. Мы продолжаем подробности недели и вот о чем пойдет речь дальше в нашей программе. Битва за землю. Из-за чего в Кировоградской области сошлись в рукопашную селяне, полицейские и добробатовцы? Троечники, добро пожаловать! Зачем Кабмин разрешил поступать в медицинские вузы не самым успевающим абитуриентам? И как отразится это снижение проходного барьера на уровне медицины? Автомобильный безвиз. Сколько авто с европейскими номерами уже пригнали в Украину? И отвечают ли водители машин-призраков за дорожно-транспортное происшествие? В Чернобыле сейчас каждые две минуты измеряют уровень радиации. Все из-за масштабного пожара в зоне отчуждения. Огонь вспыхнул вчера. Загорелась сухая трава в месте, где прокладывали железную дорогу. Для тушения немедленно подняли авиацию. Это видео как раз снято из вертолета спасателей. Распространение огня уже удалось остановить. На данный момент горит около 8 гектаров леса. При этом радиационный фон в норме, уверяют пожарные. И ситуация под контролем. Так что причин для паники нет, говорят спасатели. Страсти кипяты в Кировоградской области. Пока вся страна следит за битвой с хакерами, обсуждает киберугрозы 21 века, в одном из сел под Кропивницким развернулась борьба за землю. Старый и недобрый украинский конфликт. Причем в ход пошли все самые действенные методы века 20-го. От тетушек и крышей в силовых органах до политической поддержки на уровне одной из крупных парламентских партий. Почему опять в Украине процветает рейдерство? И почему на стороне рейдеров выступили так называемые правоохранители? Выяснили наши корреспонденты. Село Бережинка, фактически пригород Кропивницкого. Еще несколько месяцев назад тихий и комфортный. Теперь здесь очень неспокойно. С апреля сельхозпредприятия Нива 2010 не могут поделить местный фермер и внезапно объявившийся новый владелец. Фирма из Днепра. На кону солидный куш. 12 тысяч гектаров. В начале мая контору, где хранится вся документация, занимают охранники нового владельца. Людей агитируют, перезаключая с ними договоры на паи. Но местные становятся на сторону прежнего хозяина. Перекрывают трассу и требуют прогнать рейдеров. Начинается штурм конторы и стрельба. Дым, крики, выстрелы и кровь. За считанные минуты здесь разворачивается настоящий боевик. В результате трое раненых. Все охранники местного фермера. Шестерых стрелков задержала полиция. Открыто уголовное производство по статье хулиганства. После этих событий контору берет под охрану спецбатальона с полицией Святослав. А фермеры со всей области собираются на масштабный митинг в Кропивницком. Они требуют от власти и правоохранителей остановить рейдерский беспредел. На сегодня каждый нотариус имеет доступ к государственному реестру. Какое право он имеет вносить в установки документов изменений без владельца. Это все, ну, как говорится, они спеучастники этого злочину. Они не имеют никакой ответственности. Месяц Бережинки держалась за тишье. Но жатва на носу. И неделю назад в село от имени нового хозяина снова приехали три десятка крепких ребят. Занять контору. По некоторым данным, все они представители охранной фирмы. Под контролем нардепу от Народного фронта Юрию Березе. Их остановили сначала местные жители, дальше полиция. Но суд одного за другим отпустил их под домашний арест. Тогда местный фермер позвал на помощь Донбасс. Бойцов батальона полиция также пыталась выдворить из села. Чем это закончилось, онлайн следила вся Украина. Донбассовцы заявили, пострадали около 20 бойцов. Все ветераны АТО. Под руку полиции попали и местные жители. Что побачили, что тут творилось. Загнали Донбасс в автобус. Пустили туда газ. Били женок. Били травили собаками. Там был глум Господний. Ответственность за эту операцию берет на себя главный полицейский области. Но диалога с селянами у него не получается. Селяне требуют от Кондрашенко написать заявление. Но тот быстро уходит. Люди прогоняют и других полицейских. Страсти не утихают и на следующий день. Послушайте, большики мы. Земля наша. Мы у вас. Вы нам нужны. Вы нам жизнь. Вы нам все равно не имеете. Губернатора области, главного прокурора и полицейского. Всех в отставку. С такими требованиями сегодня прошел пикет в центре Кропивницкого. На него съехались сотни фермеров. Пояснений, не изменений. Мы считаем, что эти формирования бандитские должны быть расформированы. Конкретно специальный отдел полиции Кировоградской области. Эти люди должны быть положены и привлечены к уголовной ответственности. Никто не реагирует сегодня на все эти вопросы. Береженко нарядный приказ. Не обошлось и без провокации. Активисты попытались лично передать резолюцию с требованиями губернатору Сергею Кузьменко. Резолюцию Кузьменко все-таки вручили. Получил ее и главный полицейский области Сергей Кондрашенко. Прокурор же Анатолий Коваленко к активистам так и не вышел. А участники пикета установили палатку. Говорят, будут стоять до увольнения первых лиц области. Ольга Иванченко, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности недели. Телеканал Интер. Кропивницкий. И уже сегодня активисты назвали имя того, кто командовал полицейской операцией в Кировоградской области. По их данным, это Роман Пицкив, замначальника одного из департаментов нацполиции. В 2014 году этот человек был кандидатом в депутаты от Народного фронта. Активисты также еще раз подтвердили информацию о том, что тетушками, которые участвовали в этом конфликте, управляет нардеп Юрий Береза. При этом в самом Народном фронте обсуждают вовсе не поведение своих депутатов, а грядущие выборы. В том числе и президентские. Арсений Яценюк вполне может пойти на них, считают его однопартийцы. Ну, впрочем, это дело наверняка не близкое. А вот что обсуждается давно и накануне получило новое подтверждение. Фронтовики рассчитывают на объединение с блоком Петра Порошенко. Условия объединения пока неизвестны. Ну, впрочем, как и то, какую, собственно, пользу может принести БПП слияние с партией, у которой рейтинг около нуля. Давайте обсудим и эту, и другие подобные истории с участием политиков и силовиков с гостями подробностей недели. Ирина Суслова, блок Петра Порошенко, человек, который давно наблюдает за деятельностью украинских правоохранителей. И Андрей Ильенко, народный депутат от свободы, член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Ирина, Андрей, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Как вы прокомментируете эту активность рейдеров, по факту, поддержанную силовиками? Сюжет мы только что с вами внимательно смотрели. Кто хочет начать? Пожалуйста, Андрей. По-перше, вы знаете, на жаль, у нас в этом плане после Майдана мало что изменилось, на превеликий жаль. Правоохранная система лишилась такой только на папере правоохранной. На самом деле, очень часто она выполняет роль такой, знаете, приватной армии на боце каких-то бизнес-коррупционных средств. Вот, если мы сейчас посмотрим на ситуацию, которая происходит возле Карповницкого, ну, по сути, там есть какой-то минный конфликт, так? То есть, там есть оборудование громады. И вместо того, чтобы обеспечить правопорядок и обеспечить выполнение закона, по сути, мы видим, что правоохранители используют в виде приватной армии для феодалов, которые там, ну, скажем, оборудуют местных людей. И самое главное, что мне, например, прикро, что там, например, берет участь национальная гвардия. Ну, вот, я помню, мы в 2014 году, когда началась российская агрессия, мы голосовали за то, чтобы восстановить в Украине национальную гвардию. И, ну, наверное, честно говоря, и не для таких целей мы себе уявляли, что она будет использоваться. То есть, это не нормальная ситуация. Надо проводить серьезные внутренние расследования. Надо, ну, скажем так, прекратить эту практику использования правоохранителей. Я могу это сказать, например, на прикладе Киева, где мы боремся там с незаконными будивництвами. И тоже, очень часто, на жаль, ситуация, очень похожая, на жаль, ситуация. Очень часто, я не скажу, что завжди, чтобы это не был такой пороженный популизм, но очень часто правоохранители выступают на боке бизнеса, скажем так, коррумпованного, связанного с владой бизнеса и против интересов громады. На жаль, вот, схожую ситуацию мы видим сейчас. Вы согласны с Андреем, что ситуация сейчас снова напоминает, помните, когда до реформы нацполиции, да, когда, ну, сложно было определить, где силовики, где, где мафия, грубо говоря, да, все настолько смешалось. То есть, где закон, так, у нас должна работать сила закону, но, на жаль, работает закон силы в стране. И это, ну, на самом деле, очень прикро, потому что мы голосовали за оновление, голосовали за реформу полиции, мы голосовали за то, чтобы изменить сам принцип, это работа полиции, но, на жаль, не видим никаких результатов. И вы знаете, что изменилось точно? Мы открыли все реестри, и это, с одной стороны, это очень правильный ход был, так? И теперь люди могут увидеть, там, что кому, где належит. С другой стороны, это стало такой соби дыркой для того, чтобы махинаторы, рейдеры могли захопливать майно. Кировоградщина – это не первый пример. Я помню, совсем нечедавно был аналогичный скандал на моей батьковщине, на Житомирщине, вы помните, також, мабуть, вся Украина памятается, Житомирске Ласовщи, где аналогичным способом были внесены изменения в реестру, и таким чином было изменено властника. И потом также был конфликт самым между гражданами и представниками правоохранных органов. Тут про Лунало подчас сюжету додатково прозвища окремих наших коллег, так? То есть еще людей, которые связаны с владой, безусловно. Я помню, что этот конфликт, так, и эту справу мают взять на развязание, напевно, если в материалах справа есть соответствующий подгрунт. У нас столько раз обещали взять под контрольную, но очень чаще всего... Национальное антикоррупционное бюро, так, и специализована антикоррупционная прокуратура, потому что Лунало и прозвища наших коллег. Возможно, от них услышим какие-то ответы. У меня сейчас, извините, вопрос... Но при этом очередной раз молчат силовики, как и в ряде подобных историй, которые мы и помним. Вот очень коротко. Вы верите, что в этот раз, во-первых, будет реакция главы нацполиции или главы МВД? Вопрос обоим из вас. И второе. Будут наказаны люди? Я не верю. С этим керевництвом МВС уже было столько скандальных ситуаций. И намного трагичнейших, там, где люди гинули, и результатов у меня нет. А вы? На жаль, я не имею какой-то позитивной истории. Понятно. К сожалению. Хорошо. Теперь еще один вопрос о том, о чем я уже говорил. Что говорят в кулуарах о возможном слиянии Народного фронта и Блока Петра Порошенко? Вначале отвечаете вы, Ирина, как член БПП. Вы знаете, я про это... Заодно и объясните, если это правда, зачем БПП множить свой рейтинг на ноль? Все-таки, знаете, правила математики. Что на ноль не помножь, ноль все равно получится. Конечно. Я сегодня про это узналася также с новин, если честно. Подзвонила, попитала. Мне сказали, что, ну, мы вперше про это слышим. По-перше, такие вопросы не решают и политики. Такие вопросы решаются на партийном съезде. Нещодавно был съезд партии Блока Петра Порошенко, десь месяц в том, если я не помню. И там об этом не говорили. И там про это... То есть вам пока еще об этом не известно. Ну, хорошо. Вам все равно нужно политец какой-то соблюдать. Андрей, а вдруг вы слышали что-то? Ну, в кулуарах же ходят слухи. Вы знаете, проблема Украины в том, что у нас на каждые выборы идут майже те сами люди, но каждый раз под новым брендом и новым партийным кольором. Вот за очень маленькими выключениями. Вот знаете, вот когда у нас будут партии створюваться на один выборчий цикл, а потом они, политики из этих партий, будут перебегать в другие партии. Или сливаться, сливаться, я не знаю, как угодно. И снова идти уже под другим брендом. А почему вы говорите, когда будут? Они только этим занимаются последние лет 20. Пока они это будут делать, у нас не будет уновления политической элиты. Поэтому нужно очень важно изменять сейчас выборчее законодательство, сделать открытые списки, так как обещал президент в своей предвыборчей программе. Обещали все партии в коалиции, которые входили. И тогда мы получим шанс на системное новое. Иначе это будет касаться... Ну, а избирателю быть внимательнее. Попрошу вас задержаться. Мы обсудим с вами еще одну политико-криминальную историю, которая развивается уже вторую неделю. Генеральный прокурор перед летними каникулами, наверное, решил побить все рекорды по подаче представлений Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности. На этой неделе добавился уже шестой такой документ на Михаила Добкина. Процедура рассмотрения представлений требует, чтобы сначала их рассмотрел регламентный комитет. И вот накануне там определились с датами. Решать судьбу своих коллег депутаты будут всю следующую неделю. По одному в день. Начнут прямо в понедельник и должны закончить к пятнице. График опубликовал у себя в фейсбуке Мустафана Ем. И ощущение такое, что этот процесс может стать главным шоу в стране в ближайшие дни. Ну, а чья судьба может круто измениться уже на следующей неделе, напомнит наша короткая справка. Их уже шестеро депутатов, которые могут лишиться самого ценного о своей неприкосновенности. Андрей Лозовой, Евгений Дейдей, Алайс Довги, Максим Поляков, Борислав Розенблат и Михаил Добкин. Последнего подозревают в причастности к земельным махинациям в Харькове. Сам Добкин свою вину отрицает, а обвинение называет политическими играми. Я предсказал, что после того, как были пойманы на взятки несколько депутатов, представляющих право-властную коалицию, то власть для баланса будет искать кого-то из представителей бывшей власти. Молодого фронтовика Евгения Дейдейа подозревают в незаконном обогащении. Ведь за какие деньги молодой нардеп смог купить и дом, и два элитных внедорожника. Оказывается, избраннику повезло с успешной женой. Именно на нее Дейдей задекларировал заем на 3,5 миллиона гривен. Детективы подозревают, все это липо. Радикальный Андрей Лозовой тоже фигурант уголовного дела. Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов на 2 миллиона гривен. Это именно его декларация поразила воображение и детективов НАБУ и публики. Наличка, святые мощи, коллекции раритетов, движимое и недвижимое имущество. Но сам Лозовой преследование называет политическим. Никакий тиск, никакие репрессии против реальной украинской оппозиции, против нашей радикальной партии не змусят нас отступиться. А вот другие депутаты на обвинения реагируют еще резче. Что до уровня звинувачений, извините меня, это чистая пиздец. Максима Полякова из Народного фронта и Борислава Розенблата из ББП обвиняют в особо тяжком коррупционном преступлении, в причастности к янтарной нелегальной схеме. По данным следствиям, они вступили в сговор и требовали взятки у частных компаний за добычу камня. Лишат ли депутатов неприкосновенности, парламент должен решить в ближайшее время. Сперва представление рассмотрит регламентный комитет, а затем зал. На последней перед летними каникулами недели. А вот после отдыха шоу будет продолжаться. Юрий Луценко проанонсировал новое представление на избранников уже осенью. Еще один вопрос, который депутаты просто обязаны решить за последние 4 пленарных дня, это поправки в госбюджет. На прошлой неделе коалиции хватило голосов только для того, чтобы утвердить правительственный законопроект в первом чтении. А это 26 миллиардов гривен, и почти половину из них к обмине хотят направить на выплату субсидий. Деньги на них сейчас по стране уже заканчиваются. Например, киевлян предупреждают о том, что вполне возможно за коммуналку придется платить в полном объеме. При этом уровень долгов зашкаливает. Только за газ задолжали уже более 11 миллиардов гривен. Продолжаем разговор с Ириной Сусловой, Андреем Ильенко. Скажите, вот ваш прогноз, 4 дня пленарных уже осталось, я уже об этом сказал. Что перевесит в работе депутатов? Законопроекты, принятия которых так долго ждут, те же изменения в госбюджет? Или все-таки будет много пиара вокруг, скажем, депутатской неприкосновенности и больше ничего? Ну, конечно же, будут говорить и про депутатскую недоторканность. Но тут еще вопросы стоят действительно. 66,2,0, 26 миллиардов гривен. И необходимо ухвалить данный законопроект в другом читании. Там не только 14 миллиардов гривен на субсидии. Там стоят вопросы 100 миллионов гривен на лечение за кордоном детей, которые тяжко хворят. Там стоят вопросы 800 миллионов, если я не помиляюсь, на выплату заработной платы шахтарям. И еще много вопросов, которые связаны с социальной сферой. И это необходимо сделать. Додатково, я знаю про то, что планируется вынести в порядок день и наступного пленарного тижня 4 проекти закону. Фактически, пенсионную реформу. И после голосования пенсионной реформы в парламенте уже с 1 жовтня 6,5 миллионов украинцев сможут отримать подвищение пенсии от 200 до 1000 гривен. Это мы уже, Ира, спасибо. Это мы уже подробно обсуждали в прошлой программе. Все-таки, Андрей, вот вам то же самое задам. Что победит в последние 4 дня? Популизм или хоть напоследок хоть что-то полезное для страны сделать? Вы знаете... Возможно и не полезное. Кроме всех вопросов, которые требуют сегодня всеукраинское общество, есть одна большая проблема. Это плохая работа парламенту. То есть я подозрю, что в последний пленарный тиждень этой сессии просто будет браковать голосов через банальную отсутствие многих депутатов на работе. Мы в свободе все ходим завжди. Но есть еще депутаты, которые тоже ответственно ставятся. Но, на жаль, большинство... Я вам, Андрей, я подтверждаю ваши слова. Я по опыту могу сказать. Вот сейчас 2 недели, да, непленарная, так совпало. Найти героев для сюжета, пригласить в студию. Ну... Нас запрошат, мы просим. Вас и запрошим. Вы всегда просите, вы всегда приходите. Вам за это спасибо. Но я подтверждаю, реально в стране никого нет. Ну, вы понимаете, это, насправді, снова-таки, проблема того, что в парламенте очень много людей, которые занимаются там аж никак незаконодавчей работой, которые занимаются лобизмом там бизнесу своего або своих спонсоров, або просто их туда взяли для меблев, там, не знаю, Ну, они отвлекаются, да, на проблемы в Кировоградской области. Это ганебная история, потому что люди смотрятся по телебачению Верховной Рады, когда нет голосов, депутаты зайдите в зал, а депутатов нет. И это подрывает доверие не до конкретных, даже, политиков. Это, на жаль, подрывает доверие до института влады. И это очень плохо. Это не должно быть. На жаль, вот, много людей этого не понимают, або они специально это делают. Но, действительно, нужно с этим закинчивать. Нужно изменять и регламент, делать жесткие покарания за вот эти прогулы и незрозумие, чем депутат занимается. И нужно делать выяснения, и, конечно, на наступных выборах. Ну, наверное, главные выводы все-таки нужно сделать и тем прогульщикам, и тем, кто занимается просто пиаром в парламенте, что все эти изменения жесткие могут уже делать не они, а их последователи, да? Когда народу уже закончится терпение. Спасибо. Андрей Ильенко, Ирина Суслова были гостями подробностей недели. Мы с вами продолжим. Пенсионная реформа действительно становится, похоже, главным политическим вопросом этого лета, и голосование по ней ожидается как раз на той самой финальной пленарной неделе перед каникулами. Впрочем, до сих пор нет уверенности, что за эту реформу наберется 226 голосов. Сегодня поддержать правительственный проект призвали представители экономического блока Кабмина, советники и эксперты правительства. Оксана Маркарова, первая замминистра финансов Украины, обещает, что в течение следующих семи лет удастся сбалансировать пенсионный фонд и сократить дефицит, который сегодня достигает огромной суммы в 141 миллиард гривен. В Кабмине напоминают, что без этой реформы просто не удастся повысить пенсии для миллионов украинских пенсионеров. Когда мы смотрим на уровень конкретной людины, пенсии у нас абсолютно мизерные и не такие, на которые люди заслуживают. Поэтому именно сейчас мы все вместе выступаем за то, чтобы пенсионную реформу было проведено. Это уже не просто важная реформа, которую нужно сделать, это необходимость сегодня. Это нам позволит в долгостроковой перспективе за 7 лет сбалансировать пенсионный фонд. И это плюс для бюджета. А поднять пенсии пенсионерам это позволит уже в жовтне. И это поднять пенсии для 9 миллионов пенсионеров. Забытые герои. Почему семьи погибших в АТО должны воевать с бюрократами? Троечники, добро пожаловать! Зачем Кабмин разрешил поступать в медицинские вузы не самым успевающим абитуриентам? И как отразится это снижение проходного барьера на уровне медицины? Автомобильный безвиз. Сколько авто с европейскими номерами уже пригнали в Украину? И отвечают ли водители машин-призраков за дорожно-транспортное происшествие? Они отдали свои жизни за страну. А теперь их жены и дети на грани выживания. Сотни семей погибших атошников не могут получить компенсации. Все потому, что формально бойцы умерли уже не в статусе военных. К примеру, от ранения, но после возвращения с фронта. Их родственникам приходится через суд доказывать причинно-следственную связь. И причина тому уже традиционная для Украины. Дырявые и несовершенные законы. Инна Томина нашла героиню, для которой бездеятельность депутатов может стать личной драмой. Ведь вдове атошника попросту не за что кормить четверых детей, которые остались без отца. На встречу с нами Тамара Коваленко ехала более 100 километров. Ведь журналисты и ее надежда в поисках справедливости. Всегда при себе у женщины фотография убитого на войне мужа. Он приходил в отпуск, фотографировался на УБД. Михаил пошел в армию в 2015-м. После нескольких месяцев в АТО у него начались проблемы со здоровьем. Но там всем не сладко. Он ходил в наряды, это была зима. Был такой даже случай, что он мне звонит, что температура ночью 39,5. И он был в наряде. Заменить не было кем. Он мне звонит и говорит, что я уже не могу. Я або застрелюсь, або что-то себе сделаю. Я уже не могу. И на второй день его на ранок отвезли в Красноармейск в госпиталь. После Красноармейска были госпитали Днепра и Киева. В общей сложности на больничной койке мужчина пролежал почти полгода. Потом его комиссовали. Но дома резко стало плохо. Через полтора месяца Михаила не стало. И уже год Тамара и четверо детей не могут оправиться от отраты. Ни морально, ни материально. Но никаких выплат вдова погибшего бойца получить не может. Ведь ее Михаил скончался после ухода из армии. Мы жили, мы работали, мы ни в кого ничего не просили. Мы сами, понимаете, трудились. У нас была нормальная семья. А теперь я осталась сама, с кучей детей, я никому не нужна. Понимаете? Никому, абсолютно. По закону семья погибшего военного, пройдя долгий бюрокритический путь, все же может получить единоразовую помощь от государства. Эта выплата складывает миллион двести тысяч, станом на травы этого года. Если рассмотреть статью 16, которая регулирует эти выплаты, там достаточно нечетко прописано, кому должна признаться эта выплата. И хотя деньги мужа и отца, конечно, не заменят, но детей тоже как-то надо на ноги ставить. Поэтому Тамара решилась идти в суд. И у нее есть шансы, говорят юристы. У нас прямый причинный следковый связок доказывается. Есть соответствующий протокол военно-ликарской комиссии, который показывает, что заболевание так связано с защитом бедовщины. И такая история, как в семье Коваленко, далеко не единичная. Сотни убитых горем вдовь и матерей просто не решаются идти в суд. В Минобороны не против. Вот только ситуация с выплатами не унормирована законом. Альона Шкрум – одна из авторов законопроекта по выплатам атошникам. Законопроекты уже готовы, но все стопорится. Профильный комитет парламента откладывает рассмотрение документа. На последнем заседании депутаты засомневались в платежеспособности Кабмина. Был, хватит ли денег в бюджете. Да и есть вопросы к самим нормам документа. Сейчас в парламенте три законопроекта о выплатах. И пока депутаты спорят, семьи погибших атошников думают, как выжить. Если остались семьи, женщины и дети, мы никому не нужны. Понимаете? Никому абсолютно. Инна Томина, Андрей Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер. Мы обсудим эту тему с Аленой Шкрум, народным депутатом, которая как раз и пытается решить эту проблему с выплатами для семей погибших военных. Здравствуйте, Алена. Спасибо, что пришли. Скажите, все-таки, почему парламент до сих пор не может рассмотреть вот эти законопроекты, которые должны все решить? Решить вот эту беду, помочь этим людям, на которых больно смотреть? Вот вы с автором одного из таких законопроектов. Что мешает? Ну, на самом деле, эта же проблема, она не возникла щойно. Она возникла там три года назад, або трошки меньше, как только началась война, и люди начали гинути. Фактически, от хвороб, от поранений, уже после освобождения. Очень часто, например, людина захворюет, потом это перетворяется на запаление легень. Ее освобождают за состоянием здоровья, потому что лекомство не помогает. И людина помирает уже там после, например, госпиталя, через там три-четыре месяца после освобождения. И, на жаль, семья не отримает ничего, жоднои компенсации, ничего. Ну, давайте будем говорить откровенно. Это же откровенная подлость со стороны государства. Ну, понимаете, в чём упритание? Насправді, проблема давно иснует. И проблема в том, что этот законопроект мог быть давно не працанным комитетом и давно не працанным Министерством обороны. До меня обратилась организация «Юридичная сотня», которые принимают большую количество вернений на свою горячую линию от дружин, от сестер, загибших атошников, от их матерей. Вот вы видели, пані Тамару, сьогодні, дійсно, яку боляча насправді слухати, потому что она говорит, что мы никому не нужны. А это не так. Они нужны. И они нужны очень стране. Они защищают страну. Их дети умирали за эту страну. И, насправді, проблему можно решить очень быстро, проголосовать за основой в целом, будь-який из трёх законопроектов, который есть. Хорошо. Ну, вот смотрите, вы говорите, комитет не наработал сам законопроект. Но если комитет у нас неспроможный, вы уже им протянули руку помощи. Вы сделали этот законопроект. Они его хотя бы рассмотрели? Нет. Ну, вот, на жаль, проблема в том, что мы напрацювали этот законопроект разом с юридичной сотнью и Министерством обороны. Зареєстрували на початку квитня. И комитет до сьогодни его не розглянув и не вынес в зал. Я вважаю, что это недбалість и политика там, где нет политики. То есть на комитете пан Пашинский, например, кричал на меня, что это политика, что это Батьковщина, какая-то инициатива. Слушайте, да не принимайте инициативу Батьковщины. Почему тогда глава комитета господин Пашинский не сказал, ну, у вас политика и пиара, вот я достаю свой законопроект. У него есть, у него есть свой законопроект, который я, до речи, готова поддерживать. Я готова поддерживать любой законопроект. Жоден зараз на комитете не рассматривается, как вы говорите. Ну, по-моему, это нужно объяснить только одним, не желанием помочь. Ну, вот, насправді, что было интересно, на последнем заседании комитета, много членов комитета нас поддерживали и сказали про то, что давайте объединяем все законопроекты и просто вынесем их в зал и приймем за один день за основой в целом этот законопроект. Он не возникает суперечностей в зале, он не является политичным. Но вот было решение, так сказать, пана Пашинского, направить в Кабмин и спросить у Кабмина, что есть у Кабмина деньги. Ну, слушайте, мне байду же, что есть у Кабмина деньги. Во-первых, я знаю, что они есть. Во-вторых, это те деньги, которые наши бойцы заслужили. Но они их мают отримать. Это не вопрос вообще. Ну, вряд ли будет ответ следующий оптимистичным. Но все-таки спрошу, вы верите, что за четыре пленарных дня удастся рассмотреть и в первом чтении, и во втором чтении? И что, уйдя на каникулы, депутаты хоть что-то сделают для этих людей? Я могу сказать, что я сделаю все, что я смогу сделать, и что моя фракция может сделать, и что наш авторский коллектив из других фракций может сделать для того, чтобы это было принято. Нам нужно один пленарный день и одно решение комитета. Мы уже попросили главу Верховной Ради забрати комитет позачергово и провести эти решения. Алена, если у вас ничего не получится, и люди и летом, а потом и на осень отложатся, что им делать? Идти в суды, как наша героиня? Коротко просто. Ну, уже в Украине есть примерно четыре суды, но через суд это, по-перше, долго, по-друге, это дорого, а по-третье, ну, это не красит ни государство, ни Министерство обороны, ни нас, как общество. Да? Те люди должны получать эти деньги, потому что их сыны, або брати, або мужчины погибли на эти деньги. Спасибо. Алена Шкрум отвечала на мои вопросы. Спасибо вам, Алена, что пришли. Говорили мы с народным депутатом о том, как государство оставило без помощи людей, которые пострадали от фронта. Ну, и временем на самом фронте без перемен. Боевики и дальше обстреливают позиции украинских военных. Хотя еще в начале недели стороны договорились о так называемом хлебном перемирии на время сбора урожая. Не удается договориться с оккупантами по поводу ремонта водопровода, который снабжает водой Торецк. А без этого 30-тысячный прифронтовой город оказался на грани гуманитарной катастрофы. Что в Торецке сейчас, расскажет наш военкоргий Надя Вивденкова на прямой связи со студией. Гена, я тебя приветствую. Скажи, какая ситуация в зоне АТО сейчас? Да, Алексей. Ситуацию на фронте в начале недели можно было охарактеризовать как так называемую хлебную тишину, чтобы селяне могли собрать урожай. Но со среды обстрелы возобновились. Сегодня погиб один украинский воин. Шестеро, как говорят здесь, трехсотых. Боевики ведут огонь из тяжелого вооружения. Повторяю, думаю, что они также втомлены, живут в этой войне. Можливо, чекают какого-то политического решения. А нас ведь поцелуют, чтобы изрубляют свою зарплату. Но нам орудная работа. По нашим данным, в результате ответного огня боевики понесли большие потери. Вот такое вот хлебное перемирие. Но даже несмотря на обстрелы, фермеры продолжают работы. Говорят, в этом году крупнейший урожай за четыре года. Вот только убирать его придется очень быстро. Будем надеяться на тишину и на погоду. Чтобы нам дали спокойно все убрать. Чтобы мы спокойно работали. Но самая острая проблема недели – снабжение фронтового торецкого водой. Она подается лишь раз в день, на один час. И то не для всех. Водопровод на оккупированной горловке, от оккупированной горловки до города повредили боевики. На оккупированной территории отремонтировать его не дают. Для того, чтобы могла зайти бригада ремонтников туда, необходимо получить гарантии безопасности от двух сторон. Что не будут проведены обстрелы. Люди не пострадают. Гарантии безопасности от нашей стороны мы имеем. Но гарантии безопасности страна ДНР нам не дает. Вот сейчас 30-тысячный Торецк обезвожен. Там уже гуманитарная катастрофа. Эта вода, то, что я успела набрать, это мне папа с колонцем носит. Это с колонцем мне папа носит. И я в ней вот стираюсь. Потом я мою ребенка и смываю туалет. Бонь стоит, просто ужасная бонь. Уже мухи в хате начались. Сейчас в регионе неимоверная жара. Горожане просят власть решить проблему. Ведь ситуация более чем критическая. Алексей, это пока все. Понятно. Спасибо, Гена. Это был наш военный корреспондент Геннадий Вивденко. Он сейчас работает в прифронтовой зоне. И уже на следующей неделе состоится одно из главных мировых событий этого лета. Саммит стран большой двадцатки в немецком Гамбурге. Впервые за последние годы встреча в таком формате привлекает к себе внимание еще за несколько недель до ее начала. За эти два дня в Гамбурге окончательно определится очень многое в глобальной политике. Например, сможет ли Европа выступать единым фронтом во внешней политике? И договорится ли Дональд Трамп хоть о чем-то с Владимиром Путиным? К их встрече уже давно готовятся и в Америке, и в России. Сейчас на связи со студией подробностей недели наш немецкий корреспондент Татьяна Лагунова, которой предстоит освещать грядущий саммит. Узнаем у нее, а есть ли шансы, что и украинская тематика будет обсуждаться в Гамбурге. Таня, я тебя приветствую. Скажи, чего ждут от двадцатки в Европе? И вот по прогнозам, тема Украины может стать одной из топовых в дискуссиях мировых лидеров? Да, Алексей формально саммит большой двадцатки стартует ровно через неделю в немецком Гамбурге. Но по сути он уже начался здесь, в Берлине и в довольно необычном формате. Накануне Ангела Меркель пригласила на так называемые подготовительные к саммиту переговоры европейских лидеров. А именно президента Франции, премьеров Испании, Италии, Британии, Нидерландов, Норвегии, а также президентов Европейского совета и Еврокомиссии. Просто так канцлер Германии ничего не делает. И эта встреча была своего рода демонстрацией. Европа теперь рассчитывает только на себя и готова выступить на саммите большой двадцатки единым фронтом. Например, продолжить реализацию Парижского соглашения по климату, несмотря на позицию США, которые грозят выйти из этого соглашения, хотя его готовы выполнить практически все страны мира, кроме таких, как Северная Корея или Сирия. С одной стороны, мы и дальше выступаем за Парижское соглашение, но с другой мы готовы искать общие решения. Поэтому сегодня я бы не хотела спекулировать на такой непростой теме, как климат. Нужно искать выход. Да, Ангела полностью права. Изолировать страну нецелесообразно. США и президент Трамп были предельно ясны, и мы сразу же сказали, что не разделяем эту позицию. Но все же важно вести общую дискуссию. Вести дискуссию в Гамбурге, впрочем, будет непросто. Дональд Трамп, Владимир Путин, Раджеп Таип Эрдоган в Гамбург едут сразу несколько лидеров, с которыми у Европы очень непростые отношения. В адрес Вашингтона Ангела Меркель еще после саммита Большой Семерки заявила, на США больше не рассчитываем. Против Москвы Евросоюз на днях продлил санкции, но Эрдоган у власти Германии отказали в проведении мероприятия в Гамбурге. Президент Турции хотел выступить там перед своими сторонниками. Мы открытая страна, но мы не хотим, чтобы наших жителей вмешивали во внутренние политические конфликты другого государства. Для нас, проживающие в Германии турки, часть общества, наши граждане, независимо от того, есть ли у них немецкий паспорт. Что касается главных тем саммита, то здесь набор традиционный, климат, миграционный кризис, борьба с терроризмом и помощь странам Африки. Украинского вопроса в официальной повестке нет, но его явно будут обсуждать на полях саммита. Ведь в последнее время и Германия, и Франция, и Украина не раз заявляли, нормандскому процессу нужно дать новый импульс и ускорить реализацию Минских соглашений. Хотя бы, наконец-то, составить дорожную карту по выполнению пакета и провести встречу лидеров квартета. Так что и Меркель, и Макрон явно поднимут все эти вопросы в беседах с Владимиром Путиным. Не исключено также, что ситуацию на Донбассе обсудят и президенты России и США. Кстати, накануне появилась информация, что они таки встретятся на полях саммита Большой Двадцатки. Алексей? Спасибо, Таня. Наш корреспондент Германии Татьяна Лагунова была на связи со студией. Кстати, в следующую пятницу именно от нее будем ждать отчет в эфире о первом дне саммита, но уже из Гамбурга. Ну, а вот чего ждут от двадцатки наши дипломаты? Тема разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Он сегодня гость подробностей недели. За это вам, Павел, большое спасибо. Здравствуйте. Павел, Украина пока не участвует в подобного рода саммитах, как G20. Все попереду. Все попереду, сподіваюся. Но, может ли Украина на сегодняшний день сделать так, чтобы украинский вопрос не обсуждался без Украины? Чтобы за спиной не решали нашу судьбу? Безусловно. Какие вопросы? На самом деле так и происходит. Вы сегодня говорили про саммит. И это действительно интересная разговор. Но для журналистов саммит – это, наверное, один день. Это заявы, это прес-конференция. Для меня саммит – это несколько месяцев подготовки. И потом несколько месяцев того, каким образом отработаются решения. То, что президент Украины уже встретился с президентом Франции, буквально этого месяца, с президентом США, с канцлером Немеччины – это также элементы подготовки этой дискуссии. И желание, желание действительно отримать новую динамику. И вы слышали настрой Макрона, который начался с того, что возмущался реально над Россией, который хочет забрать не только свою, но и какую-то чужую европейскую историю. Это очень важный показник. Сколько бы я ни говорил тут про какие-то политические слова, вот это на самом деле и есть реальная характеристика. Павел, но о том, что вы готовиться и готовить мероприятие и решение важное для Украины умеете, я знаю хотя бы, и знают наши зрители хотя бы, потому что, в общем-то, мы видели уже встречи Трампа с Порошенко, с Макроном, о которых вы сказали. Мы помним о безвизе, его вы тоже готовили очень долго. Почему пометаем безвиз, безвиз властной ге? Покажите нам теперь, как вы умеете строить прогнозы. Чего вы ждете? Саммит G20 будет очень важным. Там будет и встреча Трампа с Путиным. Там есть возможность для переговоров Путина и с Меркель, и с новым президентом Франции Макроном. Каких новостей после всего этого, скорее всего, ждать Украине? Давайте скажу, напевно, очень честно. Не ждите новин именно в тот день. Оскольки решения именно будут отработаться, как я сказал, потом несколько недель. И обратите внимание, вот с дня саммита у нас будет майже беспоревно генсек ООН, генсек НАТО, державный секретарь Соединенных Штатов, саммит Украины и ЕС. Такой активности, на самом деле, особенно для липня, много кто не помнит. И вот самое подчас этих встреч с руководством Украины и будет выясняться и динамика, и то, что будет делать дальше. Ну хорошо, подождем. Много в последнее время говорилось о встрече в нормандском формате, который многие ждут. Как вы можете это прокомментировать? Когда ждать встречи лидеров стран нормандской четверки? Давайте начнемо с реальной подготовки. Мы только что говорили про подготовку. Я считаю, что сначала лидеры должны поговорить телефоном и выяснить, какие результаты могут и должны быть пригодены на будущую встречу. Просто собираться и про что-то говорить, так оно за визначенным не работает. Для нас очень важны два ключевых размера. Это реальная безопасность. То, что сейчас происходит, только что показывали. Ну, какое это прекращение огня? Хлебное или не хлебное? И мы прекрасно понимаем, что от кого ожидать и кому можно доверять. И второе, это освобождение. Это освобождение реально за руководством и политических вязаний. Если по этих двух направлениям сможем просунуть, тогда мы будем готовить встречу. И я очень надеюсь, что все остальные контакты, про которые я говорю, те, что будут наступного тижня, через наступного тижня, мают надать нам действительно новые динамики. Поверх деталей сейчас раскрывать не буду. Запросите меня наступного раза после этих двух тишин. С удовольствием приглашу. Главное, чтобы было что рассказывать. Безумовно. По вашему ощущению, каким может быть влияние Трампа на приближение мира на востоке Украины? Американский президент, по-вашему, реально заинтересован в прекращении огня? Безумовно. Если хотите, это мое личное впечатление. Оскільки у меня была короткая встреча с Трампом, потом я брал участие в встрече президента Украины с Дональдом Трампом. Он очень четко ставил вопросы. И из его вопросов, из его фраз, из его оценок было четко зрозумело, что для него вопроса Украины и вопроса мира в Украине, вопроса того, чтобы именно Россия пошла в Украину и российская агрессия закончилась, является очень важным. Это не просто вопрос в его порядке в день. Это одно из основных вопросов. Но раз уж мы вспомнили об американском президенте, давайте с вами обсудим еще одну новость из Соединенных Штатов. Трамп заявил о готовности продавать Украине, процитирую, миллионы и миллионы тонн угля. Об этом американский президент сообщил накануне Министерстве энергетики США. Трамп вообще обещает золотой век энергетикам своей страны. А это означает, что и сырья на мировом рынке теперь будет больше, и цены будут ниже. Кроме угля, американцы планируют экспортировать еще и сжиженный природный газ на рынки Европы. И эта тема станет одной из важнейших на переговорах американского президента на следующей неделе в Восточной Европе. На саммит 20-ки Трамп поедет из Варшавы, где в течение двух дней будет проходить саммит трех морей. Балтики, Адриатики и Черного моря. В этой встрече примут участие представители 12 стран региона. Павел, вот если говорить об этих поставивках угля из США, договоренность, о которых была достигнута еще во время визита Петра Порошенко. Скажите, на сегодняшний день документы уже подписаны, когда первые партии американского угля будут уже в Украине? По-перше, процесс переговоров продолжается. Важливо, что мы сможем закупить не в России и не закупованных территорий то, что нам нужно. А это антрацит. Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно очень конкурентными. И я считаю, что купить вугилье, которое нам так потребует от друзей, лучше, чем купить от кого-то другого, даже на световом рынке. Но при этом, желательно, еще не в три дорога покупать. Я же сказал, что только цены, которые есть конкурентноспроможными, это цены вольного рынка. И сейчас, вы же знаете, что Трамп только вчера сказал про энергетическую революцию. И именно вугилье будет одним из ключевых элементов этой энергетической революции. До речи, и нам важно, чтобы у нас вугилье, оно не просто спаливалось, а использовались технологии, энергозерегающие технологии, которые работали. И в том тоже будем работать с нашими американскими друзьями и партнерами. Не забудьте, кстати, пусть и технологиями с нами заодно поделятся. Спасибо вам, наше время уже истекло. Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, был гостем подробностей недели. Напоминаю, вы обещали прийти прокомментировать. Дякую, до наступного разу. Ну, а мы с вами продолжим и поговорим сейчас об украинском медобразовании. Некогда оно считалось одним из лучших в мире, стремительно сейчас сдает позиции. Дипломы наших медуниверситетов уже перестали признавать в ряде арабских стран. Хотя именно с Ближнего Востока к нам ехали учиться охотнее всего. Да и главврачи отечественных клиник обеспокоены качеством подготовки молодых докторов. Ведь часто дипломы будущие медики получают не за знания, а за деньги. А вот еще на днях разгорелся спор чиновников о том, стоит ли снижать проходной бал абитуриентов в мединституты. Не пойдут ли троечники в доктора? Обо всех проблемах украинского медобразования расскажет Елена Митясова. Оценка роли не играет. Из троечников тоже люди бывают. Но готовы ли вы им довериться, если речь идет о медицине? Многие троечники выходят после школы и становятся специалистами в какой-то своей области и добиваются многих успехов. Если они не смогли в школе, почему они смогут дальше, выше, как говорится, в высшем заведении? Думаю, что нет. И в такой дискуссии увязли чиновники и политики. В Минздраве даже приказ накануне вступительной кампании издали абитуриентам, набравшим менее 150 баллов по каждому предмету внешнего независимого оценивания в мед не ногой. Ведь учиться там должны лучшие из лучших. За школьников вступились депутаты. Написали обращение к премьеру и главе Минобразования. Реакция последовала незамедлительно. Сейчас ситуация могла бы выглядеть так, что люди склали внешнее независимое оценивание с трех предметов под певную специальность лечебную. В результате они понимают, что они не имеют права даже подавать документы. И поэтому решение по проходному баллу отсрочили на год, но пока только на словах. Мы имеем такую же информацию, как и вы, но вы понимаете, что он может быть оттерминован, только если будет соответствующий наказ Министерства освяти и науки, который будет осуществлен, так же, как и был осуществлен тот наказ про минимальных 150 баллов с каждого предмету. И теперь для Михаила ожидание новостей из ведомства – сущая нервотрепка. Ведь на кону его мечта. Парень еще в детстве определился – будет стоматологом. Меня больше, по сути, ничего не интересовало, тем более я вырос в семье врачей. И когда вводят такой вот закон, такую поправку, которая просто полностью перекрывает все мои планы. А все перипетии Михаила из-за химии до проходных 150 баллов он не добрал 11. Ты троечником выходишь со школы, а врачом ты выйдешь уже с университета. И все зависит от того, как ты будешь учиться в университете. У меня в классе шесть золотых медалистов. И ни один из них не идет на врача. Но в медуниверситетах инициативу Минздрава поддерживают. Хотя и говорят, проблем с абитуриентами и раньше не было. Мол, ленивые после первых семестров обучения отсеиваются сами. Мы выраховываем 7% врачебных студентов и почти 20% иноземцев. То есть мы показываем то, что мы боремся за качество подготовки будущих лекарей. Метод борьбы за будущего врача у каждого вуза свой. Польша, к примеру, в этом году открыла двери для всех отличников из Украины. Медуниверситеты приглашают учиться бесплатно и без дачи экзаменов. Троечникам тоже дают шанс, но за деньги. Стоимость обучения не выше, чем у нас. А по окончании европейский диплом и возможность работать во всех странах. За профессией врача в Украину едут студенты со всего мира. До недавнего времени наше образование считалось одним из самых рейтинговых. Но последние тенденции не в нашу пользу. В этом году от украинских меддипломов отказались 4 арабских страны. Сирия, Ирак, Палестина и Ливан, заявила министра образования науки Лилия Гриневич, недовольны украинским качеством образования и не признают наши дипломы. Правда, позже посольство Ливана это опровергло. То, что отказываются от наших дипломов, то есть фактически отказываются их настрифицировать и принимать, это как раз симптом, что качество образования, качество подготовки врачей настолько низкое, что они просто боятся подпускать выпускников наших с нашими дипломами к своим пациентам. Мария Мабаси из Ирака учится в Киевском меде уже третий год. Говорит, здесь дешево и несложно, вот только решение власти ее страны расстроило. Теперь, чтобы возвратиться домой хирургам, придется извернуться. Поеду сдавать экзамены в Германию, чтобы продолжить там обучение. Буду подавать документы, буду тратить деньги. Это, конечно, хлопотно, но ничего не поделаешь. По такой схеме учатся и студенты из Ирана. Приезжают в Украину, поступают в медвуз, а через несколько лет переводятся в Европу. Уже 10 лет, которые не принимают украинский диплом в Персии, в Иране, я имею в виду. И надо поменять или страну, или возвращаться в Персию. Например, я сам получил приглашение из Германии. И до конца этого лета я уезжаю в Германию и продолжаю учиться там. Украинское медобразование действительно отстало в развитии. В один голос, твердят медики-эксперты. Профессия врача обесценилась и без реанимации уже не обойтись. Первое, отбор действительно абитуриентов. Не только по уровню знаний, не только по баллам СНУ, но и по мотивации. Второе, это уже связано с первым, преодолеть коррупцию. Потому что до тех пор, пока врач может получить диплом, не сдав нормально ни один экзамен за свои знания, а сдав только вот таким путем. Естественно, мы не можем гарантировать просто, что любой врач, который получает сейчас диплом, он просто хотя бы безопасен для своих пациентов. Побороть коррупцию в Минздраве решили конкуренция. И госзаказ на специальности отныне будут формировать по количеству абитуриентов. А не как раньше в ручном режиме, когда вузы раздували факультеты. А как показывает практика, на абитуриентов медспециальности дефицита нет. В прошлом году, к примеру, конкурс столичный мед был 4 человека на место на факультет лечебного дела и порядка 5 из 100 претендентов на одно место стоматолога. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Евгений Каминский, Даниил Косаковский. Подробности недели, телеканал Интер. Ну что ж, попробуем поставить диагноз всему этому комплексу проблем с Ольгой Богомолец, главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Она сейчас на связи со студией подробности недели. Ольга, я вас приветствую. Вы один из главных лоббистов снижения проходного балла для поступающих в медвузы. Но что вы ответите критикам? Они говорят, что из-за этого лечить людей будут троечники. Я бы хотела разделить мухи окремо, котлети окремо. Чи нужно подвищать конкурс в медвузы? Безусловно, нужно. Питание інше. Чи мают право украинские граждане порушивать законы? Нет, не мают. Чи мают право министри и депутаты порушивать законы? Нет, не мают. Для того, чтобы подвищить прохидный балл, Министерство должно это сделать до 15 жовтня, соответственно, к чиновному законодательству. Чтобы будущие абитуриенты могли встегнуть обрати ЗНО, которые они будут складывать, и обрати будущий ВУЗ. Министерство внесло ці зміни 22 травня, и 31 травня они были юстованы, после того, как уже дети, власне, сдавали испиты. Тому, сейчас в засобах массовой информации идет полностью переплутанная информация. То есть, безусловно, конкурс нужно подвищать, но не можно порушивать законы ни министрам, ни депутатам. Поэтому, если Министерство хочет подвищать прохидный балл, это можно сделать на следующий год, не порушивая чиновного законодательства. И у меня, особенно, возникло несколько вопросов. Министерство говорит, что без этого прохидного балла нас будут лековать треяшники. На самом деле, только в прошлом году из Киева выехали 4,5 тысячи медицинских работников. Выехали работать за кордоном. Поэтому, чтобы поднять рейтинг лекаря и чтобы нас лековали хорошие лекаря, первое, что нужно сделать, это поднять лекарям заработную платную, чтобы лучше не выезжали из нашей страны. Поэтому тогда результат мы получим уже завтра. И Комитет охороны здоровья двойче принимал решение о подняте на 100% заработной платной, чтобы лекаря могли выживать и могли работать в Украине. Но Министерство не заклало в бюджет необходимые деньги, чтобы люди получили зарплату. Тогда уже сегодня мы бы получили необходимый результат, а не через 7-8 лет, как это будет при поднятении проходного балла. Ольга, ну зарплаты врачей – это очень важная тема. Но давайте пока обсудим тех, кто врачами станут как раз через 7-8 лет только. Абитуриентов этого года. Я снова возвращаюсь к этому громкому абитуриентскому скандалу. Ваши оппоненты говорят, что вот это решение о низком проходном балле станет питательной почвой для коррупции в вузах. Ну, согласитесь, проще требовать деньги тех студентов, которые не тянут. Давайте это прокомментируем, на это ответим. Не можно порушивать законы. Это все. И если нужно поднять проходный балл, его нужно поднять до 15-го жовтня и всех попередить, что теперь он будет таким. И если мы поднимаем проходный балл для стоматологов, и говорим, что стоматологи должны быть отличными, то почему Министерство не поднимает этот проходный балл для медицинских психологов? Неужели зубы важнее, чем душа и риски суицидов, которые у нас увеличиваются с каждым днем? Виникает большой дисбаланс. Я хочу обратиться к тому, что нам все-таки нужно, чтобы качественные лекари были. Нужно подтвердить стандарты лечения. Министерство два года не подтверждает, не адаптует европейские стандарты лечения. Как должны учить профессори и учреждения в университетах, если Министерство не дает подтверждение снова-таки новой стандарты. И что еще очень важно, чтобы получать результат уже, это реформа судмедэкспертизы. Сегодня не возможно довести лекарскую ошибку. Поэтому Министерство есть три нагальные задачи, которые оно не выполняет. Вместо этого выполняет публичную дискуссию о поднимать или не поднимать балл. Будьте, хотите поднимать, поднимайте соответственно к закону. Я абсолютно не против. Согласен, Ольга, спасибо. Но могу назвать и четвертую проблему. Одно из главных проблем нашей медицины – недостаток врачей. Специалисты банально уезжают из нашей страны на работу в другие страны. Вот как с этим бороться? Так, как я вам и сказала, 4,5 тысячи выехало в минулому году. Сегодня почти 3 тысячи у нас не вистачает семейных лекарей на первой ланце. Без того, чтобы люди отримали гидную зарплату работы, уже завтра мы втратим, а нам не будет с кем делать реформу. И это первочерговое завдание Кабинета Министров. И медсестрам, и лекарям нужно значительно подвищать заработную платную. Чему они должны отримать меньше, чем суды? Скажите мне, пожалуйста. Чему они должны отримать меньше денег, чем следы Набу? Наше жизнь не вартует правильного решения суду? Потому что это вопрос абсолютно критичный. И пока государство не принимает решение, соответственно, о какой качестве мы можем только вести дискуссию про проходный бал, который даст какие-то результаты через 7-8 лет. А результат нам нужен сегодня. Все ясно. Спасибо, Ольга, за эти ответы. Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отвечала на мои вопросы. И буквально вчера в Украине началась вступительная кампания в ВУЗы, но в этом году у нее есть свои особенности, о которых точно стоит знать абитуриентам и их родителям. Обо всех образовательных новшествах 2017 года посмотрите в нашей справке. Абитуриенты уже могут создавать свои электронные кабинеты и подавать сразу 9 заявлений. Количество ВУЗов не ограничено, а вот на специальности есть лимит. Можно выбирать не более 4. Кроме того, в нынешнем году есть целый ряд других новшеств. Это и коэффициенты, и привилегии для инженеров, и выходцев из сел. Итак, первые баллы абитуриента по ВНО и оценке аттестата будут умножать на коэффициенты. Все для того, чтобы мотивировать выпускников поступать в ВУЗы в родных городах. К примеру, если будущий студент поступает в ВУЗ столицы, результаты умножаются на один. А вот университеты других городов имеют коэффициент повыше. Изначально больший коэффициент будет и для выходцев из сел, а также для желающих поступать на технические специальности. Все заявления подаются онлайн, и абитуриент обязан выставить приоритет для ВУЗов от 1 до 9. Если баллы будут высокими, количество бюджетных мест могут увеличить. Выпускники Крыма и неподконтрольной части Донбасса будут сдавать внутренние экзамены в самих университетах. При хорошем результате гарантировано бюджетное место. Также бесплатно смогут учиться участники АТО и дети погибших военных. Кроме того, сдавать ВНО будут не только выпускники школ, но и студенты-бакалавры, чтобы уменьшить коррупцию при поступлении в магистратуру. Смерть в прямом эфире. В Харьковской области произошла просто чудовищная авария. Две девушки разбились на машине, когда стримили в Инстаграм. Это случилось в городе Изюме в Харьковской области. Вот видео, которое записывали погибшие. На нем видно, как девушки пьют шампанское прямо за рулем. Потом звук резко обрывается. Камера зафиксировала и сам момент ДТП. БМВ врезалась в опору ЛЭП и комментарий очевидцев после. Пассажирка погибла сразу. Ей было всего 16 лет. А 24-летняя девушка-водитель умерла по дороге в больницу. Машина, на которой погибли девушки, была с польской регистрацией. Безусловно, это никак не связано с причинами аварии. Но количество ДТП с участием автомобилей с иностранными номерами в последнее время резко возросло. Купить машину без растаможки – очень популярная схема в Украине. В результате водители таких авто лихо объезжают и украинские законы, и ответственность за нарушения. Сейчас засилие иностранцев на дорогах становится настоящей проблемой. Почему? А езде без правил Руслан Смещук. Автомобили с иностранной регистрацией. С каждым годом на украинских дорогах их все больше. По официальным подсчетам – около полумиллиона. А неофициально – два с половиной. И все чаще так называемые поляки или литовцы мелькают в полицейских сводках. Плюс ребята часто молодые, которые хотят повыделываться, у которых еще не прошел этот азарт. Поэтому, да, многие нарушают, ездят неадекватно, агрессивно довольно. Это Влад Антонов, состатель сайта, который мониторит ДТП на улицах Киева из страны. Он каждый день выезжает на аварии. Говорит, авто с иностранными номерами – настоящая головная боль для всех. Ребята после ДТП на литовских номерах, на евро номерах вообще скрываются с места. Потому что они понимают, что машина стоит 2-3 тысячи евро. Они попадают, например, на 5-6. Зеленые карты, страховки, гражданской ответственности у них обычно нет. Поэтому дешевле в экономическом плане, конечно, бросить автомобиль и сбежать. Мы решили пойти на эксперимент. Едем в рейд, чтобы посмотреть, кто же нарушает чаще. Вот тут многие водители пересекают двойную сплошную. Впрочем, лихачат все. И с иностранной регистрацией, и с украинской. Тем временем, Влад рассказывает, часто водители литовцев и поляков попадают в аварии из-за плохого технического состояния машин. Автомобиль BMW врезался в отбойник, потом во второй отбойник. Ну, когда водитель вышел там с шишкой, с ссадинами, он сказал, что это далеко не первая авария, все в порядке, все нормально, куплю еще один автомобиль. Вскоре полиция прямо при нас останавливает поляка. И именно из-за технического состояния водитель общаться не хочет. Ничего не нарушил, стоп не работает, для того, чтобы вечером он поехал и нормально было. Выездите на машине с польской регистрацией, являясь гражданином Украины. А я могу у меня это передать? Ну, может, это ваше право. Я не хочу. Но главная проблема в безнаказанности таких водителей. Найти потом собственник. Он может так дать вам ключи, сказать, сейчас я подойду и уйти, и все. А бывают истории и вовсе жуткие. Водитель Ауди с литовскими номерами, если не ошибаюсь, сбил на дороге 9-летнего мальчика. Он мальчика поднял, положил в машину и сказал, что отвезет его, я подогу в больницу. Мертвое тело мальчика потом нашли в кустах. То есть водитель его просто бросил. Убийца попался только из-за жадности. После аварии он попытался продать машину. Но обвинять всех украинских водителей, поляков и литовцев, конечно, нельзя. Среди них много вполне законопослушных. А их главная вина в желании сэкономить на растаможке, обойдя закон. Я думаю, мы за счет того, что Соня нас штовхает. Эти кадры Анна сняла в своей Таврии. Она живет за городом, и машина ей просто необходима. А вот денег мало. Но вдоль потолка в представителя Украфтопрома Анна с мужем купили иностранца. Анна решила просто пересекать границу раз в пять дней. Ведь живет она под Ужгородом и до Словакии рукой подать. Это неудобно, но денег на растаможку у семьи нет. Ну а большинство украинцев идут другим путем. Покупают машину через посредников. Авто регистрируют на иностранную фирму, зачастую эффективную. А водитель управляет ею по доверенности. В такой схеме есть множество рисков. К примеру, машину могут отобрать. Но украинцы все равно готовы рисковать. Ведь по закону получается дороже. Назревает необходимость упорядочения этого рынка. Многие платят, допустим, оформляют на какую-то фирму в Польше или в Литве свой автомобиль. И платят в год несколько сот долларов. Вопрос, почему мы не можем таким образом легализировать этот автомобиль. И чтобы в наш бюджет, не в польский бюджет уходили эти деньги. А там 280 или 300 долларов в год платили здесь. Специалисты говорят, всему виной лобби фискалов и нардепов. Ведь на таможне точно видят, когда очередной верблюд, так называют иностранных граждан, перевозящих авто через границу, в 200-й раз завозит очередную машину. Просто бороться невыгодно. И легализировать тоже. Представьте себе, если растаможка будет стоить, например, 1400 евро, то люди пойдут и заплатят 1400 евро в бюджет. И растаможат автомобили. И будут ездить на украинских номерах. Но заинтересованы люди, чтобы именно вот эти 1400 евро наличкой шли вот этим фирмочкам. И тем людям, которые крышуют этот бизнес. А пока одни набивают карманы деньгами, хитро обходя закон, другие колесят по украинским дорогам на авто с иностранными номерами. Лихо закон объезжая. Ну а если суммировать все теневые схемы в нашей экономике, то получим триллион гривен. Об этом говорят данные Международной ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Украина входит в пятерку стран с наибольшим объемом теневой экономики. Почти половина от прошлогоднего ВВП нашей страны, 45 процентов, это даже чуть больше триллиона гривен, находится в теневом обороте. Просто сравните. Самые низкие показатели у США и Японии. Там в тени только 7 и 10 процентов экономики соответственно. Неутешительная точка, конечно, в конце этого выпуска, но уж не обессудьте. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. До встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok